А теперь подробнее об этих и других темах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова О проблемах возрастного персонала и сложностях пенсионного обеспечения пишет в своей авторской колонке Владислав Лейбов. Он считает, что для представителя сегодняшнего среднего класса на пенсии поступление доходов может выглядеть приблизительно следующим образом. Государственная пенсия – это будет небольшая часть дохода, плюс дополнительный приработок, например, консультации, помощь в организации бизнеса, работа в течение неполного дня. Кроме того, желательно иметь доход от инвестиций, сделанных в среднем и зрелом возрасте, от вложений в акции до банковских депозитов и сдачи в аренду своей недвижимости. Полностью авторскую колонку Владислава Лейбова читайте на портале банкир.ру. Перспективы понижения ипотечной ставки обсуждались экспертным пулом банкиров в комментариях к указу президента России Владимира Путина. Он поручил правительству снизить ставки по ипотеке до уровня инфляции плюс 2,2%. Этих показателей необходимо достичь к 2018 году. Ситуацию прокомментировала начальник управления ипотечного кредитования Абсолютбанка Галина Костышева. По ее словам, тарифную политику банков диктуют условия текущего рынка, а именно стоимость фондирования, объем рисков и т.д. В настоящий момент средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам находится на уровне 12%, отмечает банкир. Маржа по такому продукту составляет от 0,5% до 3% в зависимости от цены привлечения ресурсов. Установление стоимости кредита в районе 10% законодательным способом приведет к тому, что ипотека станет государственной. Работать с этим продуктом будут только госбанки или коммерческие банки, имеющие возможность реализовать субсидированную государством программу. Ипотека – это продукт социального назначения, поэтому политика государства в этом направлении предсказуемо, подчеркнула Галина Костышева. Полностью статью, посвященную этой теме, читайте в рубрике «Цитата недели». 17 мая на портале банкир.ру состоится онлайн-конференция, посвященная частным инвестициям. Конференция проводится совместно с Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов. Центром регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий, журналом «Банковское обозрение», программой «Финансовый диалог», порталом «Метацентр.ру», «123кредит.ру», «Береки.ру». В онлайн-конференции принимают участие президент Инресбанка Сергей Осипов, начальник управления продаж «Статфондбанка» Рустем Исмогилов, начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, аналитик компании «Максифорекс» Владимир Севашов и другие. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Частные инвестиции. Варианты» вы можете на портале «Банкир.ру». Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах «Банкир.ру», «123кредит.ру», «Осрос.ру» и «Покредит.ру». Сюжеты «Банкир.ТВ» вы можете увидеть также на сайтах «Береки.ру», «123сервис.ру», «Финарти.ру», на сайтах Ассоциаций региональных Банков России», Национальной Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, Компании «Кредитный финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели.